так ребята вдруг если вы играете на тайване то для вас есть хорошая гильдия под названием миросвет 93 место в топе просто берете и вступаете и у вас ребятушки будет все хорошо гильдия миросвет так привет короче понимаю что это видео не наберет просмотров потому что я снимаю видосы подобные по поводу обновлений всего такого самым последним да и в принципе если и раньше особо информативным ютубером не был то в последнее время как-то игра меня наоборот демотивирует брать и разбираться там что-то досконально пытаться что-то объяснить потому что хочется взять и просто положить свой писюн на все это дело пока пока все тестировали нового героя я сходил с ребенком на лазинки она на машинке покаталась вообще в принципе все хорошо и замечательно пришел и тут сидел реально ломал голову снимать обзор ну как обзор обзор наверное будет уже непосредственно на на моем основном аккаунте если он вообще будет но по крайней мере прокачку там точно сниму и мы это все дело затестируем но думал будет снимать знакомство или нет потому что во первых меня дико косоебит в принципе меня дико косоебит во вторых меня косоебит тайваньского сервера то что здесь все на тайваньском и нужно сидеть там с этими переводами трахаться да вся информация есть и клуб игроков кастал клэш есть и он андрюха мне тоже танцы инфу поскидывал ролев но в целом такой думаю взяли ну вот просто намудили игру а с другой стороны вроде как интересно потому сегодня без каких-либо претензий на информативность хочу просто получить эмоции как в старые добрые времена от нового героя не знаю как они то есть разработчики админы на русском сервере назовут этот новый вид героев да то есть у нас есть там простые элитные легендарные вот это это не знаю андрюха думает эпическими назовут ну хотя в принципе эпически это логично хотя знаешь мне иногда складывается такое чувство что разработчики ну то есть те люди да на русском сервере кто занимаются переводом они специально смотрят на наши видосы и называют специально в точности наоборот короче не знаю посмотрим пока что предположительно это у нас новый вид героев эпические все эпический вид все весело интересно задорно молодежно и круто я допустил ошибку в прошлом видосе сказал типа вот разработчики дегенерата типа они дали полностью бесплатных героя и при этом в новых подземках нам предлагают этого героя собирать типа нахера это надо типа чё за бред типа если вы и так этого героя дали бесплатно но нет потом то я понял что ёп твою дивизию не все так просто в нашем королевстве ребятушки условно бесплатном фишечка заключается в том что как бы тут нужны повторки и причем как бы вы сейчас можете видеть вот я нахожусь на аккаунте игрока хуйло хуйло в теме вот и вы видите он уже сам прокачал данного героя ну многие спросят кто еще не разбирался а чё за херня почему без эволюции а все очень просто видите вроде бы все стандартно нужна повторочка до чтобы сделать эволюцию казалось бы а в чем проблема взял почесал свое правое яйцо и зашел как бы такой типа сейчас я сделаю эволюцию кстати сегодня стрим будет и будем заниматься яйцом и будем решать кому отдадим аккаунт яйца так что если что приходите будет аукцион но не суть такой заходишь и просто обламываешься типа послан в одно место послан в задницу да потому что здесь ты не можешь использовать никакие ресурсы ты здесь можешь использовать только повторки по факту все это очень жестко и если учесть тот факт что разработчики я так понимаю хотят перелезть на рельсы эпических эпических героев то мы можем предположить тот факт что хорошо с этим героем извиняюсь блин вот до видоса сидел не кашлял сейчас мысли не могу сложить вместе потому что думаю о том как бы не закашлять на видео не суть короче тут понятно нам дают бесплатно осколки данного героя вроде мы там с горем пополам моего когда-нибудь возьмем мы прокачаем тем более подземки подбираются по вашей силе там проходить все легко но не забывайте что будут другие герои и что-то я уж больно сильно сомневаюсь что у нас пол будет получаться бесплатно каким-то образом заполучить новых героев может быть за самоцветы нам дадут их выбивать а может быть за самоцветы не получится их выбить то есть это тоже конечно вопрос если они будут хотят чтобы мы все это покупали эти повторки то это прям пипец во первых нужны повторки чтобы его эволюционировать но это ладно херня чё там раз эволюционировал два эволюционировал чуть там четыре повторки надо взял с осколков насобирал но опять же опять же да это как бы этот герой дается осколками в подземках а что будет касаться других героев неизвестно но это не самая не самая грустная вещь самая грустная вещь заключается в том что нам добавили тут новый вид прокачки для них я не знаю как это назовут артефакты не артефакты не как бы за счет короче этой прокачки ребзя во первых вас ари эти камушки ну да а а о ясно ты или осколки можешь использовать да или карточку героя ты можешь даже осколки в принципе не переводить карточку героев хотя чтобы эволюционировать ты почему-то должен взять и перевести героя в карточку ну короче странно ладно несусь тут у нас прокачка изначально в клубе игроков кастл клэша написали ребята что это все будет плюсоваться нет это это не всего то есть смотрите мы будем прокачивать эти атрибуты и у нас будут они соответственно добавляться в зависимости от лава к примеру если у вас будет пятый уровень вам добавляется 7000 здоровья если у вас 6 будет уровень вам добавляется 10000 здоровья это не будет так что у вас там 17000 здоровья плюс 4000 и так далее то есть конкретно у каждого левела свой плюс от атрибута я изначально вообще тут смотрел и такой думаю так это ж капля в море чё это пятьдесят шесть тысяч здоровья добавляется это же полная ерунда потом что бац это сырю а чё у меня глаза-то трахуются это не пятьдесят шесть тысяч здоровья добавляется это пятьсот шестьдесят четыре тысячи здоровья добавляется а на пятидесятом уровне 611 и как бы атаки тоже так мое почтение добавляется окей они очередной раз усиливают героев нахер это нужно конечно же нам всем непонятно привет точнее до свидания прощай забытая битва хотя мы они уже забыли достаточно долгое время назад и разработчики они забыли думаю просто сейчас новые девелоперы работают в эти джи они даже не знают что есть такая локация как забытая битва в битве замков да то есть там какая-то прошлая смена ребят сделала эту локацию потом они уволились пришли другие ребята они как бы они же работают в риджи им они разрабатывают битву замков но им как бы не обязательно изучать свою игру и потому про некоторые локации они просто забыли как будто их не существует ну ладно это очередное мое нытье ребята не суть главная проблема здесь заключается в том что посмотрите есть таблица да в тех же телеграм-каналах у нас контакте извиняюсь и там в таблице ясно показано сколько вам надо повторок чтобы прокачать грубо говоря бля приходится прерывать видео потому что начинаются какие-то приступы кашля сейчас даже взял конфетку специальную сосу чтобы ну не кашлять видать кашель обострается когда я начинаю много разговаривать ладно фигня ребят прорвемся идем дальше короче какая фишка заключается то есть чтобы вам прокачать эти атрибуты на максимум вам потребуется 17 героев 17 повторок то есть если у вас не будет повторок данного героя вы эти атрибуты не прокачаете вы даже эволюционировать его не сможете то есть смотрите 17 повторок и плюс еще четыре повторки для того чтобы сделать вторую эволюцию это да как минимум может ничего не придумал что там надо будет пять повторок я не знаю и того у нас получается чтобы прокачать этого героя на максимум надо 21 повторка этого героя что я надеюсь конечно он будет за самоцветы падать я надеюсь и остальные эпические герои будут падать за самоцветы но это какой-то полный полный кобзец ну реально полный кобзец ладно на вы нам даете возможность фармить этого героя до за счет этих новых подземок но у меня большие вопросы как мы будем добывать повторки героев повторки героев других потому что ну разработчики как вы могли понять они встали на лыжи клепания этих новых героев то есть это вот на одного героя 21 повторка нужно 21 мать его повторка как бы ну поначалу это очень пугающе это выглядит очень устрашающе и так и с судьбой у нас когда-то было так совсем у нас было и с эволюциями было нам было страшно мы думали что мы никогда это дело не прокачаем но в конечном итоге сейчас допов даже там на максимальную судьбу прокачиваем но не суть как бы хорошо те герои которые выпадают за самоцветы да без проблем как бы мы их там со временем прокачаем но будут же и донатные герои герои которых ты можешь получить только за донат тогда вопросы когда вопросы и получается что как бы вам эту пыль надо будет я не знаю извиняюсь вам я я не знаю сколько это денег понадобится то есть я не завидую топ донатером ну то есть разработчики придумали офигительнейший план просто супер план как развести топ донатеров на бабу лес но чтобы у леса придется мало но пока что еще неизвестно может быть они уберут эту систему топ донатных героев что вряд ли но типа как бы ладно тех кого можно за самоцвета выбить но что делать с теми героями которых можно только за пыль выбить да или за осколки но типа трать бабки покупай дальше смотрите фишку да то есть тут еще как бы эти эпики чем лучше они тем лучше что вы туда можете вставлять других героев каких-то вам ненужных и они по сути свои атрибуты как я понимаю да возможно сейчас ошибаюсь они передают извиняюсь этому эпическому герою но если вы сюда всунули какого-то героя то опять же как я понимаю вы его использовать в бою не можете то есть вы грубо говоря же ну не жертвуете вы его можете вытащить наверное да видите как бы все но единство если вы его сюда поставили то использовать вы не можете видеть атрибуты какие-то плюсуются то если вы подбираете героев с нужными атрибутами и делаете из своего эпического героя конфетку 5 извиняюсь за кашель и капсдет со здоровьем ребята вот шутки шутками но чуть приболел запарюсь и нарезать это видео сука приступы кашель и вырезать ладно мы поговорили по поводу него все мы поняли что грядет какой-то извиняюсь за выражение капсдец но я не знаю давать что ему уши давай подожди у него священный огонь стоит на выживаемость на выживаемость мы поставим я не знаю чего поставить на выживаемость она короче порочный пакт и не идет для порочных хотя нет подожди же у нас первой эволюции вообще жопа будет давай давай вот так вот так касаемо ребят его умения смотрите умение тоже такое веселое 10 скилл когда герой ультуют он наносит 420 процентов от атаки и уменьшает силу атаки на 27 процентов на 15 секунд то есть добавь от кулдауна 88 секунд уменьшает входящий урон на 40 процентов когда герой атакован есть 80 процентный шанс заблочить всех вражеских героев вокруг на 4 секунды этот эффект не может быть рассеян то есть по сути этот герой будет блокировать по ходу всех ну судя потому что мне андрюха ролев говорил там еще другие ребята писали нам дали бесплатно героя который будет сука всех блокировать то есть его атаковали он заблочил вы могли задуматься почему у него такая низкая судьба тут все достаточно просто потому что нам добавили две новые области в судьбы в судьбе и ребята как бы и в каждой области стоит по одному герою то есть потому как бы там на максимальную судьбу этих героев неизвестно когда мы прокачаем где-то нарси до той серии здесь один герой и и здесь один герой дракон вот так мне хочется очень на него посмотреть не знаю правда куда идти это шайпический герой пускай даже без эволюции посмотрим что он из себя представляет так он заряжен и застанет сука в пол в пол в полном станет но он ну причем же тут еще дают грубо говоря о полетела слушал урон он наносит такой неплохой урон он наносит неплохой видишь право правда косяк в том что его застанет еще раз выпускаем но саре он бьет только по героям да это эти там битвы гильдии этим героем можно будет проходить этим героем можно будет битвой гильдии проходить да ему на юнитов вообще плевать и офигенно ну то есть когда он атакует по идее он должен блочить но 80 процентов шанс того что он кого-то заблочит так ребят через топ пытался найти там чувака мне андрюха релев скидывал видос там где он тестил его и зефирик блочился но этого чувака на ком он то есть я нашел но на него нельзя напасть тут я нашел вроде расту зефириком ну как бы опять же непонятно дать что-то у нас получится или нет просто там где андрюха тестил у него там у этого противника зефирик один стоял ну давай попробуем по идее да он должен был а все зефирик зарядился и как бы это непонятно сука просто вам походу реально он даже зефириков блять блочит понимаете сколько самоцветов тут у нас не сильно много и не забывайте это это герой без эволюции это герой без эволюции дожди он феника он забыл о феник не включить подожди нет феник включился ясно что-то у меня блять нихуя с этими тестами но выглядит он офигенно вот единство могу сказать сука я хотел короткое видео я хотел короткое видео записать подожди вот сейчас попробую с риси найди блин чувака с зефириком ёпта чтобы показать вам блочками там вроде блочка была вроде и хер пойми вроде и блочка отпустила непонятно так ну вот зефирик сразу его вырубает тут не повезло короче сейчас неважно блять найду я вам не найду может быть ставлю андрюхин видос короче не судьбе он зефирика блокируют поверьте на слово он блять говно блокирует зефирика то есть сейчас как бы чё будет происходить в игре знаете вообще непонятно как ну тут за филика нету но опять же не всегда блокирует за филика да с 80 процентным там шанс вот это вот бла-бла-бла короче любом случае мне впечатление от этого героя хорошие потому что он просто тупо лупит по героям во вторых по сути когда он атакован он может заблочить всех блять то есть если он зефирика площадь думал вообще нахер всех блочит может быть я вставлю андрюхин видос может и не вставлю андрюхин видос короче заебусь и походу все это дело монтировать свой кашель вырезать вот такое вот знакомство с героем получилось не получилось коротко все это дело но вот но тем не менее всем огромнейшее спасибо кто это смотрел всем ребятушки удачи и пока что-то блять башка вообще плывет шоу